Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. В теплице у меня продолжается цветение. Цветёт Pinksy Bister. Цветёт Rosalie. Доцветает Magnum. Готовится к выступлению Minerva. Тут Aquara готовится. Цветёт Fantasy зелёная. Цветёт Denver. Пахнет на всю теплицу. Там ещё Provence готовится. Здесь у меня Pink Princess и, по-моему, Exotic Nymph. Сейчас глянем. Да, претий нимф. Нимфочка. Candy Nymph уже почти отцвела. Остались два бутона. Red Pearl. Красавчик. Его я опылила пыльцой со страйптом Адеуса. Посмотрим, что получится в итоге. Завяжет, не завяжет. Здесь, в этом углу у меня Rubistar капризничает, как всегда. Очень капризный сорт на цветение. Так. Сейчас. Засыплю корицей. Остану пенёчек отцветения. Пока. Вон там готовится. Геркулес к выступлению. Бенфика. Бенфика выдала стрелочку. Дальше. Мистика я не трогаю в этом году. Она делится. Занята важным делом. Другая мистика была со снесённым копытом тоже. Arabian Night. Тут пока ничего. Тут они и с прошлого года, а не летом цвели. Так что тут цветение только у двоих было. Которые не цвели в прошлом году. Решили пропустить цветение. Сеянцы детки. Детки. Вегетативные сеянцы. Часть сеянцев я уже вынесла на улицу. Они бабушкинцы. Им в принципе последние наши холодные дни не страшны. Ещё неделю у нас по ночам может быть до 10 градусов тепла. Поэтому пока стоит отопление. Оно включается автоматически. Я тут ничего не регулирую. Если холодно, они включаются. Если жарко, они выключаются. Вот тут вот работа этих двух розеток. Датчика, который где-то здесь стоит. Ну и дома там у меня стоит хаб, который регулирует всю работу. То есть сигнал с термодатчика отправляется на хаб. Хаб отсылает сигнал. Розетки включаться или выключаться. Зреет головка Summertime. Опыленная Кианди Немф. Сегодня утром я опыльнула Розали и Магнум. Посмотрим, что получится в итоге. То есть здесь Кросс был. С Магнума пыльца попала на Розали, с Розали на Магнум. Посмотрим, если они опылятся. Через три года посмотрим результат, какой эффект даёт. Именно вот такое перекрёстное опыление. Дабл Кинг. Геркулес. Там линкаранчик опыленный тоже Кианди Немф. Вроде что-то завязал. Торчит головка. Маркиз пока вызревает. Здесь у меня Айкетчер пустил носик. Вот он торчит, видно. Остальное здесь, как я говорила ранее, здесь в основном те, которые болели в прошлом году. Вот на удивление у меня зацвела детка Пикассо. Вот она цветёт. Есть Априкот Парфе. Дальше здесь остальные детки. Тоже реанимашки всякие. Детка Проманс. Основная луковица цветёт. Собирается расцвестить через пару дней. Детка вот здесь набирает размеры. Аляска вот отсвела. Уже стрелка у неё упала. И вот, в общем-то, так. Остальное, говорит, это всё, что было куплено летом, в прошлом году. То, что отсвело, то, что не до конца добрало солнышко и питание. Поэтому, как я сказала, в этом углу я цветения не ожидаю. Потому что, опять-таки, это реанимашки. Луковицы, которые были слабенькие. И поэтому, ничего, от них не жду будет. Будет что-то, будет для меня, конечно, сюрприз. Это у меня луковки. Если вы помните, луковицы, которые я спасла из воска. Вот одна луковка, полулуковка там. Одна полулуковка дала кучу деток. Остальное вот тут тоже. Две полулуковки. И детки. Вот они. Их я буду пересаживать попозже летом. Тоже жду большой контейнер, чтобы их посадить. Ну и остальное тоже цветет, растет. Ждет, когда получит просторные полочки. Для того, чтобы получать полностью свет. Иначе получается, здесь у меня есть свет. Там у меня света практически нет. Тем более, еще здесь, когда во время зимовки здесь стояли пирамиды из горшков. Сейчас часть деток у меня, естественно, уже разъехалась по новым хозяевам. Часть я уже вынесла на улицу. И сейчас они будут получать больше света. Ну а, говорится, когда будут полки, то будет полная инсоляция, так как им нужно. Вот там все начинают просыпаться, начинают расти. И, конечно, хотелось бы забраться туда. Немножко подергать сухие листья. Но пока это я сделать не могу. Но это все тоже будет сделано через месяц. Это все будет вытащено на улицу. Обработано от паразитов. Хочешь, не хочешь, они все в теплицу все равно попадают. Сквозь щели в окнах и прочее. Но вот так как. Вроде занят делом. Это детки с целики. Если помните, в виде как рассадки. Вот они все прижились. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то здесь была половинка с корешком, но она явно не прижилась. От нее ничего толком я не вижу. Но в любом случае, из одной луковицы я получила пять деток. И летом я их рассажу в 50-литровый контейнер, чтобы у каждой было достаточно земли для роста. Зимовать они тоже будут, естественно, в этом большом контейнере. А на следующее лето посмотрим, что у нас будет и как. Ну вот так вот. Как я сказала, здесь цветения я не жду. В основном у меня все цветение вот тут. Здесь у них много солнца. Здесь у них было тепло зимой. И в любом случае, солнце они получают круглый год. И вот такая вот красота. Полки у меня будут буквой «П» по всем углам. Так что все разместится. Скорее всего, я уберу одну из стоек. И в стойке размещу уже деток. Детки-сеянцы, вот те, которые сейчас сидят в 5-литровых горшочках, они переедут в большие. На их места переедут сеянцы. Вот такие вот, когда они уже достаточно окрепнут к осени. И будем наблюдать. Сеянцы в основном начинают зацветать на 3-й, 4-й, 5-й год в зависимости от солнца, от сорта, от условий содержания. Так что поэтому сейчас я хочу им дать как можно больше места для роста на этот сезон вегетации. Ну и на следующую зиму, чтобы они уже во время зимовки и усушивания корней получили максимальное питание. Усушивание листьев, пардон. Они получили максимальное питание, набрались сил, чтобы процвести. Эти вот будут свистеть через 2 года, скорее всего. Это местные краснюки. Это самоопыление Вайтгардена. Тоже дохленькие, потому что это самоопыление, сил нету. Там, скорее всего, произошло перекрестное опыление, потому что пока я их несла в мешки, они переопылились, кто с кем попал. Поэтому тоже интересный результат должен получиться. И вот теперь жду солнца, жду тепла, чтобы можно было убрать и отопление, и всю эту гидротеплоизоляцию. Вся эта теплоизоляция уйдет под деревянный настил. Так что в теплице на следующий сезон будет достаточно тепло, не будет поддувать снизу, корни не будут подмерзать. Все получат равномерно тепла и света. Удачного всем дня! Пока!